10 самых странных болидов в истории Формулы 1 Болид F1 – самый быстрый на земле автомобиль на механической тяге. Чтобы добиться этого, инженеры Формулы долгое время экспериментировали не только с материалами и деталями, но и с формами. Чайник, стремянка и поднос – мы вспоминаем самые странные болиды в истории Формулы 1. 1954 год. Мерседес V196. Этот болид Мерседес выглядел так, будто ошибся гоночной серией. Закрытые крылья были призваны снизить сопротивление воздуха. Итог – 9 Гран-при. Однако позже от закрытых колес отказались из-за меньших углов поворота колес. 1969 год. Брэбхэм BT26A. Ускорить машины в поворотах мешала нехватка прижимной силы, поэтому начались эксперименты с аэродинамикой. Порой весьма экстравагантные. За два антикрыла этот болид прозвали двухпалубным. Побед он заслужил тоже две. 1971 год. Марч 711. Молодая команда Марч представила машину, ставшую переходной формой от болидов сигар к болидам в форме клина. Но запомнилась она не этим, а своим подносом спереди. На этом подносе 711-й и принес команде 5 подиумов. 1972 год. Эйфиланд Type 21. Известно, что если на машине сложить боковые зеркала, она поедет быстрее. А что если убрать их совсем? Эта штука перед пилотом не перископ, а центральное зеркало заднего вида, заменившее боковые. Увы, но победить Type 21 не смог. 1976 год. Тирелл Пи-34. Массивные передние колеса – помеха аэродинамики болидов. Поэтому инженеры команды Тирелл решили уменьшить их и спрятать за обтекатель. Чтобы это не сказалось на сцеплении с трассой, передних колес стало 4. Итог – 13 подиумов. 1976 год. Лиджьер JS-5. Первый болид команды Лиджьер был похож на чайник не потому, что закипал, а как раз по обратной причине. Увеличенный воздухозаборник должен был улучшить охлаждение двигателя. Три подиума и пятое место в Кубке конструкторов. 1978 год. Брэбхэм БТ-46Б. Огромный вентилятор у задницы машины отсасывал воздух из-под днища, помогая болиду прилипать к трассе. После одной победной гонки такую конструкцию запретили, но свое место в истории автомобильного спорта БТ-46Б получил. 1979 год. Insign N-179. Еще одна попытка охладить мотор. Пилот команды Insign гордо вез перед собой сразу три радиатора. Похоже, эта ноша была для болида слишком большой. Машина даже ни разу не прошла квалификацию. 1981 год. Williams FW-07D. Если шестиколесный Тирел из 70-х сгубило нежелание шинников делать для него эксклюзивную резину, то FW-07D похоронил официальный запрет на шестиколесные машины. А жаль, у него был привод на все четыре задних колеса и неплохие шансы на успех. 2014 год. Scuderia Toro Rosso STR-9. Носовой обтекатель этого болида выглядел так, что иные девушки густо краснели, а соперники на трассе нервничали, видя, что сзади к ним подбирается эта штука. К сожалению, побед в свой единственный сезон хреноносец не снискал. 2015 год. Mercedes F1 V06 Hybrid. Так выглядит самая быстрая машина нынешнего сезона. Именно на ней ездят Льюис Хэмилтон и Ника Росберг. Чтобы вписаться в 700 килограммов веса, из углепластика сделали не только монокок и корпус, но и элементы подвески, тормозов, сцепления, коробки передач, сиденья и даже руль. Приводит в движение машину гибридная установка из турбированного двигателя объемом 1,6 литра и электромотора. Продолжение следует...